В честь праздника Казанской иконы при Святой Богородице в Иванове организовали крестный ход, в котором приняли участие несколько сотен горожан. Начался он у Казанского храма, завершился молебном на площади Победы, возле памятника Георгию Победоносцу, установленного в память о жителях города, защищавших Родину. Праздник Казанской иконы Божией Матери тесно связан с Ивановской землей. Образ является главной святыней областного центра и крестный ход в этот день многолетняя традиция. Ополчение Мина и Пожарского, именно они в обозе везли образ этой иконы, образ, не говоришь, что оригинал образ. И вот под этим образом они как раз, ну тогда люди были верующие, они как раз вот шли освобождать Москву. Ну с тех пор вот эта икона, она стала некой заступницей и защитницей земли русской во времена испытаний. По мнению священнослужителей, крестный ход олицетворяет собой тот единый порыв, благодаря которому несколько веков назад России удалось освободиться от иностранной интервенции. 404 года назад в этот день наши благочестивые предки под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Косьмы Минина с ополчением приступили к стенам города Москвы и положили начало его освобождения. Митрополит Иосиф, обращаясь к жителям города, предложил всем миром собрать средства на памятник Дмитрию Пожарскому, личность которого тесно связана с Ивановской землей. Губернатор Павел Коньков идею эту одобрил. Я готов поддержать ваше предложение. Я считаю, что на земле Ивановский справедливо будет, если будет памятник одному из руководителей нашего получения в те давние времена князю Дмитрию Пожарскому. Поэтому мы в этом с вами едины. Вклад Ивановской земли в освобождение Руси от иностранных захватчиков, по мнению историков, недооценен. На территории нашего региона не только находился родовой имени князя Дмитрия Пожарского, где он залечивал раны. Поволжские города, раньше Москвы, сбросившие иго польских интервентов, стали базой для ополчения Пожарского именина. Ополчение набирало силы финансово людьми по территории Ивановской области. Пучиш, Юрьевец, Решма, Кинишма, Плес, ну и масса других. И когда уже мы подошли к Ярославлю, это уже было все напитано жителями и финансами будущей Ивановской области. Так что, когда у нас проходят пожарские чтения, когда вот губернатор и владыка сказали, что надо ставить памятник, это вполне заслуженно. В свое время даже была мысль назвать один из крупных проспектов города Иваново в честь Бита Михайловича Пожарского. Установить памятник князю Дмитрию Пожарскому планируют в Иванове. Хотя и другие города области вполне достойны того, чтобы и в них была увековечена память героев, сражавшихся за освобождение страны.